друзья я приветствую вас на моем канале спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал ставите лайки очень рада видеть каждого сегодня мы с моей мамой ездили в цито имени приорова значит у нее в прошлом году была операция на тазобедренный на это протезирование тазобедренного сустава как бы на установку вот протекторы импланта вот значит сейчас как бы фактически без двух недель прошел год после операции нужен был осмотр вот но сейчас опять же повторяют для москвичей все грустно направление никакие не дает федеральные центры нужно получается уже платно ходить к тем врачам которые мы в прошлом году ходили бесплатно по направлению от поликлиники по м.с. вот то есть выбор был такой что доктор наук медицинских стоит 6 тысяч рублей и кандидат медицинских наук стоит 4 тысячи рублей вот мне вот этот кандидат значит врач 40 твард иванович очень хороший специалист всем рекомендую его и можете почитать посмотреть отзывы одну женщину читала значит написано что ей оперировали одно колено в израиле в начале первую она операцию делала в израиле и после того как сделали ей операцию у нее боли не прошли то есть операцию делали в израиле и она боялась делать уже в россии как бы операцию что будет еще хуже что будет ну как бы операция еще хуже сделана чем в израиле вот эту операцию и делал солт эдуард иванович и когда сделал операцию, то у нее сразу прошли боли. Так же, как у моей мамы, на следующий день у маме делал операцию самой главной заведующей отделением. Вот, к нему как бы повторно на прием прийти нельзя. Там вообще как бы в ЦИТО такая установка была, но если вы не из Москвы, если вы из другого федерального округа или из Московской области, то по ОМС было как, когда мы пришли первый раз, в 22 году, в сентябре мы там были первый раз, и нам был назначен доктор Татаренков. И потом мы могли по ОМС ходить, ну уже брали другие направления, потому что там долго как бы была волокита, чтобы подготовиться к операции. Вот, и могли приходить только к нему на прием, только к этому Татаренкову. Дальше, если мы не хотели к нему, ну нас как бы другой врач интересовал, то мы должны уже были идти на платный прием, хотя у нас даже было направление. То есть как бы, когда вы пришли по ОМС, они вам выделили врача, и вы можете приходить только к этому врачу, а другой врач уже для вас будет платный. Вот, соответственно, и мы так ходили к этому Татаренкову, и мы были у него, получается, в сентябре первый раз, потом мы были в декабре, и дальше мы были записаны через три месяца в марте. Но это март уже был 23 года, как бы спецоперация у нас в 22 году началась, и туда, ну как мы поняли, начали отправлять у травматологов в командировки. И вот этот наш врач, которому мы записаны были, Татаренков, он был отправлен в командировку. И соответственно, хотя у меня мама 10 лет отказывалась от операции, когда ей позвонили, сказали, что врач уехал в командировку, она сказала, вы что? То есть 10 лет человек отказывался от операции. Когда ей звонят и говорят, что прием отменяется, потому что врач у командировки, и, ну, как бы записи нет, и, соответственно, запись на месяц откладывается. Вот, она начала говорить, вы что, у меня все дни посчитаны, как вы можете, значит, мы быстрее прием давайте, ну, а как бы, как быстрее. Там уже следующий месяц, и уже было на, был 18 марта, а это 19 апреля. То есть месяц и один день даже получилось. Вот, и после этого случая, дабы не пропустить так прием, я уже стала записываться к двум врачам, но уже после операции, потому что у нас как бы было прикрепление только вот к этому Татаренку, до операции. А когда маме сделали операцию, у нее делал заведующий отделением, а заведующий сам не принимает, то тогда у нас уже был выбор всех врачей, которые принимают из первого вот этого вот травматологического отделения. Вот, я записываюсь к двум врачам сразу, чтобы не было того, если кого-то отправить в командировку, чтобы был второй врач. Вот, ну вот, соответственно, сейчас был у нас план на 15 мая записаться на прием, и, ну, мама склонялась к доктору Раскидайло, у которого 4000 стоит прием, у него как бы нет докторского, да, вот этого звания, он кандидат медицинских наук, и она хотела к нему. Он мне менее симпатичный, хотя он, в принципе, такие сподвижки первоначально, да, мы были у него на приеме у Татаренкова, вот когда первый раз туда пришли в сентябре 22 года, и он как бы сидел как вторым доктором, вот, и он маме объяснял, а почему вы не понимаете, что вам нужно опираться. Мама моя, как бы, такие вещи, конечно, странные, говорила, ну, там, сейчас ей 74, тогда, значит, ей там два года назад на тот момент было полных 72, вот, она говорила, а я боюсь, я никогда операции не делала. Вот такую дуристику моя бабушка тоже говорила, что, типа, у нее давление, я вам сейчас скажу, где-то около 70 лет началось, и она говорила, ну, мне со мной же такого никогда не было, что же такое началось, в 70 лет, да, вот, ну, просто сейчас кто послушает, посмеется, ей врачи говорили, бабушка, хорошо, что вы до такого возраста дожили, и у вас не было проблем с давлением, а сейчас молодые, как бы, мучаются с этим, поэтому, так и маме моей, мне не сделали операции, я боюсь, вот, ну, в общем, короче говоря, я практически в самом начале апреля записалась к этому, раскидала, потому что солод был то ли в командировке, то ли в отпуске, вот этот Эдуард Иванович, у которого 6 тысяч стоит рублей приемом, кандидат медицинских наук, и весь месяц, представьте себе, я звонила, когда один раз, когда два, когда три раза в день туда, чтобы поймать этот день, когда он выложит запись, потому что нужно было только 15 мая, потому что, вот, мамы уезжали были в реабилитационном центре для инвалидов, они приехали 14-го, и дальше там уже 24-го они уезжали, то есть вот этот промежуток был 10 дней, в которые нужно было успеть, и, ну, как бы, план был на 15 мая, потому что дальше у меня тоже были, как бы, свои планы в плане, и я, собственно, думала, что я не повезу, но вот потом, посмотрев, что у нее с левым коленом, когда они сделали снимки и мамы, и папы, я ходила вот к травматологу в своей поликлинике, и он там, как бы, сказал, что вообще надо три операции делать, это вот просто в поликлинике, да, травматолог, и, то есть у нее был прооперирован только правый тазобедренный, что нужно и тазобедренный оперировать, и два колена, вот, ну, в перспективе, ну, соответственно, я решила поменять свои планы, ехать с ней, чтобы не было такого, что ей скажут, что надо делать операцию, вот, она мне скажет, что ее не надо делать, как она 10 лет сделала, вот, поэтому я сейчас не особо ей верю, что, ну, чтобы быть вот действительно уверенным в том, что, что врач сказал, я услышала это сама, вот, потому что если там, ну, вот, как она до некроза все это довела, да, не дай боже, соответственно, что там дальше и с коленными суставами, и со вторым тазобедренным, вот, ну, в общем, когда мы приехали на прием, вот, как бы сегодня, 15 мая, он такой очень спокойный доктор, очень хорошо принимает, я говорю, еще раз всем рекомендую, низкий поклон всем вообще врачам, кто смог, ну, все-таки подвести, да, вот, и раскидал Александр Сергеевич, который, как бы, все-таки ей как-то так объяснил, потому что достаточно властный человек, и ей, как бы, вообще мнение, не существует других мнений, кроме ее, и оно единственное правильное, остальные все мнения, они неправильные, вот, поэтому плюс к тому, что, ну, разъяснили, дали понять, что вы можете еще посидеть несколько лет, у вас будет еще хуже, то есть там этот некроз уже по организму пойдет, вы к нам придете, а мы вам просто откажем в операции, вот, и еще нужно понять, было в тот день, когда мы были первый раз, я тогда еще не вела свой влог, да, ну, не снимала влоги, не было у меня канала, и, как они объяснили, что даже не то, что мы не захотим, а поскольку у вас возраст-то, как бы, увеличивается, плюс, как бы, этот уже некроз, да, уже дошло до такого плохого состояния все, а вы еще думаете, сидите, да, вот, и потом, как бы, там же нужно и кардиолог в заключении, и все-все-все врачи, там очень большой, очень большой перечень документов, которые нужно собрать на операцию, вот, но у меня, я сейчас не буду повторяться, у меня есть видео, прям можете ЦИТО набрать, вот, в моем канале, и посмотреть, кому интересно, но действительно, очень серьезно они подходят к операции, потому что есть только три места, которых хорошо делают операции, это вот ЦИТО при Орово в Москве, потом в Питере центр и Курган, в городе Курган, вот, я, как бы, вот, другие города точно не скажу, как называются, да, больницы, вот, но если кому интересно, вы напишите комментарий, я уточню маму, потому что мама моя на сто процентов это знает, потому что они, когда лежали в реабилитационном центре Бьютино, там был травматолог, вот, еще это был 20-й год, у нее уже тогда было все, ну, тоже, как бы, уже некроз был, я сейчас точно не скажу, какого года был некроз, но операцию надо было давно делать, вот, и она вот тогда сказала ей, что есть только три центра, в которых хорошо делал, других, как бы, не надо обращаться, вот, поэтому, как бы, кому это нужно, и кто не в Москве находится, то напишите, я, как бы, это уточню для вас, и тогда вам отвечу, вот, и вот, как бы, ну, типа, вы можете посетить, подумать, да, а потом вы, когда к нам придете, а мы вам просто откажем, потому что вам там 75 плюс будет, и там куча, может быть, других у вас попутных заболеваний, мы просто не возьмемся делать, вот, поэтому я еще раз говорю спасибо и зав. отделение, и мы, и Солдуту Арту Ивановичу, кто, как бы, сделал, кто взялся, кто смог, вот, но сейчас у нее проблема, такая, что, вот, как бы, ей купили ролатор, это такая, ну, как колясочка, он, конечно, я, ну, была не очень за это, вот, но она сама на Авито это нашла, сама попросила ей купить это все, и, как бы, ну, я же говорю еще раз, если ее мнение, оно правильное, то есть, как сказал доктор, вот, Эдуард Иванович, что, ну, вы должны ходить, как здоровый человек, а она настолько себе уже вот это вот внушила, что она не может ходить без палочки, плюс ко всему 10 лет, да, вот эти тоже не прошли даром, она уже привыкла это делать, и он ей сказал, что у вас проблемы с головой, вот, вот, знаете, ну, я как-то знаю, что у нее проблемы, да, в плане того, что это же самовнушение, то есть, человек внушает, внушает себе, что он не может, значит, он, как бы, и не может, вот, а нужно, как бы, идти от головы, и тогда будет все по-другому, ну, в общем, короче говоря, он ей порекомендовал, значит, меня беспокоило ее левое колено, там, вот, то, что мне сказал травматолог в поликлинике, что нам надо делать, ну, три операции, и вот, касаемо левого колена, оно хуже всего из оставшихся вот этих, как бы, трех неоперированных суставов, да, вот мы берем, как бы, левый тазоведренный и коленки, левую и правую, вот, и левый хуже всего, я, как бы, думала, что он скажет, если она поедет одна, например, он скажет, его надо оперировать, а мама скажет, ой, а я там считаю, что мне не надо, вот, я, как бы, об этом даже не узнаю, потом это я буду расгребать, вот, ну, я, как бы, единственная дочка, поэтому все эти проблемы в любом случае на меня лягут, вот, поэтому, дабы их решать, как бы, уже не в той форме, в которой мы решали с тазобедренным суставом, у которого был некроз, вот, поэтому сейчас, вот, ну, как бы, с головой, да, он сказал, что нужно все-таки ходить, как и здоровый человек, а с этим ролатором вы ходите все-таки, как больной человек, вот, и порекомендовал пройти реабилитацию в ЛРЦ Голубое, значит, это есть реабилитационный центр Голубое, мои родители в каком-то году были в этом центре, проходили реабилитацию там, но, опять же, сейчас, из-за того, что у нас вот эта обстановочка, да, про которую я рассказывала, у меня есть видео, что не дают направления в федеральные центры, ну, и, собственно, никуда не дают, отправляют только документы в кардиационный центр, то уже на прием в это Голубое, мама хотела папу отправить, чтобы он просто съездил, узнал, но, как бы, есть телефон, да, вот это просто съездил, это же, как бы, далеко находится, находится в Зеленограде, на севере Москвы, да, а мы живем на юге, то есть это, как бы, далековато, вот, я позвонила туда, то есть мне такую рекомендацию давал вот эндокринолог, я сейчас уже не помню, рассказывала я в видео, когда ходила к эндокринологу по поводу этого, что в любой центр можно, как бы, записаться на консультацию, оплатить первично прием, а дальше уже госпитализироваться по ОМС, ну, как бы, по направлению, который выпишет этот доктор, у которого вы будете на платном приеме, внутри их центра, вот, и вот этот, как раз, вот этот случай, про который мне сказал эндокринолог, что приезжаете, вот, но я туда не поеду, я записала родителей на 21 мая, я для себя уточнила, что, ну, что они одноместных, у них вообще нет по ОМС, у них или два, или три человека размещения идут, вот, и там, по-моему, даже нет доплаты, вот, но я еще в понедельник, наверное, прозвоню это, перед тем, как им ехать, вот, уточню это, но я, как бы, в любом случае с ними не могу поехать, потому что я буду лечить колени, и, как бы, у меня лечение должно было начаться с 14 мая, вот, и я, как бы, решила, что я с ними не поеду с родителями, ну, в смысле, что мама с папой поедут в ЦИТО, и сами там пройдут этот осмотр, но когда я услышала, что нужно делать 3 операции от травматолога, я решила поехать сама, но сейчас уже повторяюсь, и поэтому мне пришлось лечение перенести с 16-го, вот, завтра я поеду первый день на Крылатские холмы лечить колени, и, соответственно, с ними в Голубое я не смогу поехать, вот, но это я вам отдельно видео запишу, как родители съездили, как это вообще, вот, реабилитация после такого платного приема проходит, обязательно для вас все это расскажу, вот, поэтому спасибо, что посмотрели мое видео, досмотрели его до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, продолжение всех тем будет, тем очень много, особенно здоровье и что, что связано сейчас с медициной, с реабилитацией, все сейчас очень, ну, не в плане для нас сделано, да, чтобы мы, как бы, это делали по УМС, все-таки сейчас идет тенденция к тому, чтобы мы оплачивали деньги за свое лечение, вот, всем спасибо, увидимся в новых видео, пока-пока!